Ливеркузен Байарена Здесь проходит матч уже группы D Ливеркузенский Байар принимает Ювентус И состав Байара Бут в воротах Пятый Янс Навотный, восьмой Зарабет Десятый Бастюрк, двенадцатый Бербатов Девятнадцатый Лусиу, двадцать третий Бардарич Двадцать пятый Берн Шнайдер Двадцать шестой Зебешен Двадцать восьмой Рамелов Тридцать пятый Пласенте И состав Ювентуса Буфон в воротах Песото, седьмой Феррара, второй Бериндели Пятнадцатый Дзенони, четырнадцатая оборона Дзамбротто, номер девятнадцатый Токенарди, номер двадцатый И Павел Недведд, одиннадцатый Средняя линия Трезеге Семнадцатый номер Никола Моркса, двадцать седьмой В атаке еще в середине поля играет, конечно, Антонио Конто Номер восемь, это же капитан команды А капитан Байара Иржиновотна Представлю также и тренеров Клаус Топмюллер у Байара Марчелу Липи у Ювентуса И арбитр матча легко узнается По гусиному силуэту Ким Милтон Нильсон Известнейший датчанин Матч этих команд В первом круге турнира Второй групповой стадии Был многострадальным, переносился дважды В конце концов Байар проиграл С очень крупным счетом Ну и учитывая, что в группе Д идет очень упорная борьба И возможно придется считать При равенстве очков Разницу мячей По личным встречам, так сказать Это очень немаловажно Напомню, что после четырех туров По семь очков в этой группе было У Арсенала и Депортиво По четыре у Ювентуса и Байара Это значит, что тот, кто проиграет в этом матче По сути, выбывает из борьбы Хотя теоретические шансы остаются Вот так удар в упор Отражает Жан-Луиджи Буфон Сама мощь, сама реакция Сам вратарь, собственно говоря Казалось бы, придуманный для того, чтобы стоять в воротах Природой Еще один удар Зе Роберто атаковал И, наверное Мог бы и потоньше сыграть в этой ситуации Впрочем, была вероятность попадания в офсай В случае передачи Комбинационного развития этой атаки Так отвечает Ювентус Антонио Конте Пытается пробить Издали Ну а вот так покидает поле Иржи Наводное Уже на 12 минут его меняет Враньес И кажется, что это Дает новые шансы Ювентус Однако Практически в каждом движении команды Была видна та память Которую Ювентус, несомненно, сохранил После матча Субботнего с Интером Игра отняла огромное количество сил И Команда выглядела не свежо В этой ситуации Байер смотрелся и быстрее, резвее И резче Вот так на 24-й минуте Бордарич врывается в штрафную И его сбивают Сбивают, кажется, все-таки за ее пределами То есть почти в этом есть полная убежденность И Ханс Йорк Бут спокойно реализует пенальти Посрамляя еще и Джан-Луиджи Буфона Конечно, вот ничего особенного обидного нет Пенальти, он и есть пенальти Если человек умеет его убить Не важно, кого он амплуа Но многие вот это и очень обижаются На Бут за то, что он так вот Можно сказать, оскорбляет Итак, 1-0 на 24-й минуте И вот уже опасный штрафной на ворота Байера Бил, по-моему, Конта Или Недвит, простите Вот атака с участием Трезеге Который очень неплохо сыграл с Интером Но просил замены Потому что устал в конце игры В общем, конечно, с каждой минутой У ювентов сил оставалось все меньше и меньше Хотя, возможно, в первом тайме Это и не слишком сильно бросалось в глаза Еще одна атака Байера Димитр Бербатов Пытался замкнуть эту атаку на дальние штанги Наверное, был к этому близок Но в самый последний момент игрок Ювентуса Затруднил ему удар В конце тайма получили желтые карточки Бордая Ричи Забишин У Байера А сразу после перерыва Двойную замену делает Марчеллу Липи Ходит с поля Конта и Песотто Выходит Моресто и Тудор Усиливается, безусловно, центр поля Вот здесь Трезиде просит пенальти Давайте разберемся в том, что здесь происходило Боюсь, не дадут нам такой возможности Еще одна атака Ювентуса Активен на выходе Бут Практически сносит он Замбротто, очевидно Проходит еще немного времени И вот После такива на ДВД Меня сейчас скакивает В центр поля Пытается Байер Устроить быструю контратаку У него это получается На левой фланге По-моему, это Бербатов Обыгрывает защитника Удар по воротам Но Буфон занял правильный поведен Это был Бастюрк, простите Нетрудно их спутать Оба коренастые Мускулистые Снова Бастюрк Практически один Он совершает рейд Через оборону Ювентуса И удар Наверное, в конце такого рейда Трудно было рассчитывать Что Бастюрк будет с кем-то делиться мячом Уходит на Морозов Уходит Салоета Редко играющий за Ювентус Уругваяц Не особенно талантливый Салоета значительно мощнее Вот Анис Турм Постоянно присутствует В чужой штрафной И вот так Тудор сравнивает Такий счет Напомню, Ювентусу Никак нельзя проигрывать Поскольку в этом случае Шансы на выход Из группы Остаются просто иллюзорными И так сейчас становится 1-1 Это 61-я минута Практически сразу после этого Желтую карточку Получает Салоета А проходит 10 минут И Новая атака Байера Приносит команде успех Узнаваемые лица на трибунах Думаю, нет особой необходимости Представлять Руди Феллера И вот атака С участием Бардарича Подача Удар головой И Буфон Даром что среагировал Отражает мяч Уже в собственные ворота Да, конечно Есть у него основания Быть недовольным В частности Со своими защитниками И кажется Уже кто-то плет Что-то не шампанское Классическая атака Во всех отношениях Так, сейчас это снова 2-1 И вот в концовке У Ювентуса явно Не хватает сил То, на что Собственно, даже Байер Может быть и рассчитывал Неизобретательные атаки Конечно, Ювентус настойчив Пытается выжать максимум Из имеющегося Ну, с другой стороны Вот эти попытки Ударить через себя Из-за предыдущей штрафной Они не то чтобы смешны Но они, конечно, имеют Очень мало шансов на успех Стандартным Все, внимание, несомненно Однако и здесь не везет Билл Мореско Тот самый, который Забил недавно Очень красивый гол За Ювентус Еще одна атака Байера Успевает Бериндели Оттеснить от мяча Бардарича Бардарич тоже, в общем-то, устал За 7 минут до конца номинального времени Бербатов уступает место на поле Бабичу И Вот вам, пожалуйста, атака В добавленное уже время И Бабич Делает счет 3-1 Ставит все равно в матче Убедительную точку Тут же Бабич Получает желтую карточку За свое празднование гола Сделал все, конечно, здесь За Роберто И Финальный свисток Не заметил прозвучать Байер выигрывает 3-1 И теперь Ювентусу надо выигрывать Дома у Арсенала Так Субтитры сделал DimaTorzok